Всем привет! Сегодня 24 мая 2020 года. Продолжаю хроники самоизоляции. Хотя, наверное, неудачная фраза к самоизоляции, снятая на улице. Мы с Катей вышли погулять, но навалились дела. Она занимается обзвоном артистов. Мы надеемся, что у нас там выгорит в начале июля одно мероприятие. Мне только что из хороших новостей подтвердили, что будет свадьба 20 июня, что ее все-таки, ну, по предварительным данным на сегодня не переносят. Это не может не радовать. Я вообще, честно говоря, не планировал блог вести в эти дни. Решил отдохнуть дня 3-4 хотя бы. Вот. Но меня тут обстоятельства заваливают. Мама присылает мне видосики, как она гуляет. Вот. И я все-таки понял, что надо снова сводить хроники самоизоляции, рассказывать, что и как. Так. Вообще в Москве по коронавирусу, ну, по крайней мере, если это говорить про официальную политику, я не знаю, насколько она честная и точная, государство наше показывает, что все идет на снижение. Но при этом каждый день какое-то такое достаточно для Москвы и России рекордное количество смертей. В среднем это 150 человек умирает. Раньше там было даже в самый пик пандемии порядка там 70, там 80, 90 человек. А сейчас вдруг так по 150. То есть вроде как достаточно высокая смертность, но при этом считается, что пандемия идет на спад, потому что каждый день меньше 10 тысяч зараженных. Ну, дай бог, чтобы так было. И вообще грустно, что подобное происходит. Уже, кстати, очень много у меня и друзей, кто заболел, и знакомых. Но мы, опять же, стараемся подальше от людей быстро вырваться, выйти погулять. Маски у нас сегодня очень модные. Я ее одел другой стороной, чтобы в гжеле не ходить. Это какие-то многофункциональные маски. Катя их получила как инстаграм-блогер. На сайте Министерства здравоохранения увидели такую разработку, запатентованную, новую, что это маски, пропитанные специальным антибактериальным составом. Их можно стирать, сушить, даже гладить утюгом. И они сохраняют свои магические и целебные свойства в течение трех месяцев. Ну, а сейчас давайте я вам покажу, как проходит мое каждое утро. Да, мама тоже снимает. Да, вот так вот Данелька над нами издевается. Спихнула с кровати и песни ставит. Вот таким образом дочка, кстати, уже не первый год меня будет. Приходит, спихивает меня. Сначала снимает вообще все, что есть. Там подушки выдирает, одеяло. Потом простыню из-под меня вытаскивает. Потом садится, упирается в меня ногами и толкает до тех пор, пока я на пол не грохнусь. В общем, вот такие у нас приколы. Сейчас проходили мимо остановки. Давайте я вам покажу, как люди соблюдают социальную дистанцию в новой реальности. Смотрите, как люди теперь стоят на остановке. Все на социальной дистанции. Между ними полтора-два метра. Вот такая сейчас у нас действительность. Вон детские площадки. Дверик такой, клумба. Все у нас завязано, перевязано. И никого тут, кроме птичек, нет. Вот так вот. Очень красивое место. Тут все кругом завязано этими штучками. Никто не нарушает. Ленточками. Сейчас еще кусочек покажу. Так называемый образцовый двор. Я сюда зашла. И вот везде скамейки. Все завязано. Вот. Вот так. К сожалению, ничего не могу тебе пока веселого рассказать. Радостного. Ненавижу быть в таком настроении, потому что это мое состояние. Мое состояние, когда есть улыбка, смех, радость. Тогда это жизнь. Вот. Ты устаешь просто от каких-то проблем. Ну, в общем-то, как и большинство. Не надо мне особо там огорчаться, потому что у кого-то бывает намного что-то хуже. Вот. Сейчас многим всем тяжело. Но все равно мой любимый родной суночек. Скоро мы увидимся. Скоро все будет хорошо. Люблю тебя очень. Помню об этом. Всегда с тобой. Ну, а мы гуляем недалеко от нашего ЖК Царицына на Липецкой улице. Вот сзади у меня Бирюлевский Дендропарк. Вот эта нора. В нее все ходят. Но там запросто может принять полицию и оштрафовать на 5000 рублей. Там висит даже вывеска на центральных воротах. А мы гуляем рядышком. Как ни странно, здесь ни заборов, вообще ничего нет. Ходи, гуляй спокойно. Почему-то люди здесь не любят гулять. Они все лезут в эту нору. Там месят грязь на тропинках. Потом выходят на нормальные дороги. Такие уже каменные. А по ним уже спокойно могут и машины патрульные ездить. И там их принимают, как правило, сотрудники полиции. И даже на форумах везде пишут сейчас, типа, есть полиция и нет полиции. И у Кати вот тренер по йоге. Она бегает по утрам специально в 5-6 утра, пока нет наряда. Либо уже вечером там после 9, с 9 до 10, когда тоже наряды полиции уже там не ходят. Ну, а нам нравится вот гулять рядышком. Здесь огромный лес, внизу речка. И при этом и людей, никого нету. Я вечером продолжаю переписывать старые кассеты. Мама сегодня бабушке показала ее 90-летие, как мы отмечали в феврале. Приехали. Здравствуйте. Поздравляйте. Все эти годы. Учера. Моя любимая. Здравствуйте. Моя любименькая. Это сырый тортик. Бери. Да. Какой любимый цвет. Привет. А посмотри, какой там дед света. Делаем бабушке презентацию торта. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! У нас дневочки нету. Бабушка наша... Пойдем в ресторан еще второй раз в студии. Да, она сказала, выздоровливает, мы повторяем всю программу. С днем рождения! Ах ты... Полишка! Кто сахар ворует? Мы? Нет, я делаю все сахар, и я больше не емся. Заходи. Семья устроила воскресный салют. А дайлюшки-то подержать можно? Воскресный карантинный салют. Будьте же. Я его боюсь. Я его боюсь. Боюсь-то. Воскресный салют карантинный. А так, должно быть? Так и должно быть, да. Да не бойся листом. А почему должно быть рыжее? Огонь. Загородила, малышки. А давай будем смотреть, пока он не ссякнет. А пока не ссякнет, так и будет. Он так всегда будет? Пока не ссякнет, как ты сказала. Красиво? Очень. Сделай нам еще такое вертикальное. Да, а в жизни не видела бенгальских огней. Бабуля! Бабуля! Пусть по телефону говорит. Бабуля! 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 Яблоко салют! Папа! Папа, это же яблоко салют? Да. Я боюсь. Через воскресенье устроили салют. Еще! Итак, 25 мая. Я только что успешно провел онлайн-квиз. Первый в моей жизни. Прошло классно. И теперь я жду с 17.40, чтобы выйти в эфир и разыграть главные призы. Там смартфон, игровая клавиатура, игровая мышь. Вчера мы все очень сильно напугались. У дочки на глазу выскочил ячмень. За ночь он вообще затянул ей весь глаз. Зрелище, конечно, жуткое. И мы уже советовались с врачами. Выходили в клинику Преамбула, где она у нас лечится, обследуется. Туда вышли на онлайн с ними чат и показали ребенка. Выписали лекарство. Сейчас вот уже во всю ее процедуре. Необычный подарочек, который всех удивит, но Даниэль почему-то о нем мечтала. Даниэль так давно ждала этот подарок. Зачем он тебе, Даниэль? Зачем ты его так хотела? Даниэль, объясни, зачем тебе эта щеточка? Данилюх, что ты с ним будешь делать? Что ты будешь делать? Мамину одежду чистить? Расскажи папе, для чего это? Моя. А для чего она чистила? Моя, что это мое? Это для чего, папе? Объясни. Для туалета. Для туалета. Это для туалета личная Даниэль на щетка. Ребенок заказал. Сказал, нечего мне с вашей общей щеткой делать. Мне, пожалуйста, мое личное. Обалдеть. Это был такой красивый шифон. Что-то просто подобно такое. Я провел розыгрыш призов в онлайн-квизе. Сегодня в первом онлайн-квизе PSB. Игра действительно удалась. Дело в том, что многие предпочли почему-то просто наблюдать за этой игрой и не проходить регистрацию. Это была чудовищная ошибка. То есть те, кто остался в стороне, они многое потеряли. Потому что в процентном соотношении не так много людей приняло участие. Но тем не менее попал, наверное, в процентов 95 те, кто вообще с нами играл. Это хорошая мотивация для того, чтобы завтра в 13.20 прийти к нам и снова сыграть в квиз. Потому что будут разыграны точно такие же призы. 14 баллов в этой игре. Это Александр Викторович Чертов. Я его поздравляю, потому что именно Александр Викторович стал счастливым обладателем нашего главного супер-приза смартфона Google Pixel 4. Александр Викторович, у нас есть ваши контактные данные. Представители с вами совсем скоро свяжутся. И вы скажете, куда его привезти. Мы доставим в любую точку планеты со всеми санитарными нормами. Курьер будет в маске, с санитайзерами в лучших традициях. Поэтому, Александр Викторович, еще раз вас поздравляю. Вы абсолютный победитель. Я нажимаю на случайное число. Звучит барабанная дробь. И мы видим с вами два числа. Я их сразу на всякий случай себе фиксирую. Мышь номер 4 и клавиатура номер 2. Это не просто цифры. За этими цифрами стоят живые и, я надеюсь, счастливые люди. Мы переходим с вами теперь снова в табличку. И сейчас мы с Данилюшкой играем. Мы строим что? Диснейленд. Диснейленд? Я не могу. Смотрите, какой несчастный у нас ребенок. Вот такой ячмень вскочил на глазики. Делаем примочки каждые два часа. Капаем в глаза. Нам это не просто дается. Да Данилюшка не любит, когда ей капают в глаза. Она капризничает. Да? Да. Как же без этого? Кошмар, Кэш, ребенок. Мы сегодня так все напугались утром, когда увидели вот такого ребенка. Но уже онлайн связались с врачами тоже. Показывали по видеосвязи. И нам выписали кучу лекарств. Вот теперь не гуляем, а сидим дома и строим Диснейленд. Диснейленд. Почему Г? Диснейленд Д. Давай, Микин, голос. Я, Микин, Микин. Микин, ну ты, ну, мы строим твой дом. Это очень хорошо. Нет. Подожди, какой дом? У меня мой дом здесь, в детской, у Даниэль. И Диснейленд. И что, Диснейленд? А вы что строите? Диснейленд, да это нет, у тебя больше. Вот, у тебя Диснейленд будет. Диснейленд настоящий в комнате, Даниэль. Это моя мечта, конечно, давайте. Я как и знала, что я застаю, что я почему-то возражал, я и не так не поняла. Я не возражал, я думал, вы какой-то ерундой занимаетесь. А вы правда тут большую стройку века устроили. Большую стройку века? Да, стройка века идет. Диснейленд строим. М, Мики, хватит мне говорить о этой сказке. Почему сказки? Вы правда затеяли глобальное строительство масштабное. Вон, все помогают, все участвуют в строительстве. А не хочешь ты сам поработать над своим домом? Ну, отчего же не помочь. Помогу вам по мере своих мышиных сил. Мики, да не надо так трудиться. Можешь поднять вот этот кубик. Кубик, давайте подниму. Вот, опля, поднял. Мики, кубик поднял. Ну, ладно, я так не делаю в жизни, радуешься. Да, вот так вот мы весело проводим время. Найди оранжевый кубик, как у тебя. Только вот у тебя такой кубик, найди два оранжевых таких же. Друзья, к сожалению, больше не буду вести эфир. Я пошел искать оранжевый кубик. Мне надо помочь построить Диснейленд. Пока-пока. Решил включить в свой блог уникальные кадры, как бабушка Маша в свои 90 лет, уже на 91 году жизни, стрижет маминого друга Женю. И давайте я вам покажу, как это происходит. Буквально 10 секунд. Но сначала расскажу, да, что моя бабушка, во-первых, была парикмахером, всю жизнь проработала парикмахером, детским мастером, взрослым мастером. И стригла абсолютно всех. Еще моего дедушку, папу, меня, маму. Меня она стригла вообще, наверное, лет, наверное, до 29, до 30. В общем, всю жизнь только она. У меня вообще не было никаких парикмахеров. И, короче говоря, в самоизоляции она решила попробовать, не потеряла ли она сноровку. И оказалось, что она в свои 90 лет, на 91 году, еще может. Удивительно, что всю жизнь она работала парикмахером. Но тогда не было ни таких вот бытовых видеокамер, кинокамер. И не осталось ни одного кадра, как она стрижет. И вот это единственное, что удалось сейчас увековечить. Но, может быть, еще удастся когда-нибудь что-нибудь снять. Вон наша бабушка гуляет в окошке. Вот. Видно и нет? Надеюсь, что видно. Вот так она сидит, смотрит. Бабушка услышала меня. Здесь теперь знаки подает. Вот так. Гуляла. О, молодец. Сегодня 26 мая 2020 года. В новой реальности я провожу второй день квиза для ПСБ, промсвязь банка. Российские интернет-технологии. Меня зовут Роман Ахимов. Это подписано даже на ваших экранах. И я с большой радостью, с большой честью хочу представить сегодня команду ПСБ, которая приготовила для вас онлайн-квиз. Второй день подряд. Итак, сразу главный формат. Очень быстро, коротко, потому что кто-то ее уже слышал, кто-то еще нет. И вот только что успешно провел второй квиз. И теперь в 6 часов меня ожидает выход в эфир, чтобы разыграть смартфон. И два приза утешительных. Это игровая клавиатура и игровая мышь. Это я попросил Катю, чтобы она мне сняла кусочки видео, чтобы я мог потом сделать на своем сайте ведущего мероприятий. Давайте здесь ссылочку дам, чтобы появилась потом страничка, по которой у меня могут заказывать аналогичные проекты. И так, друзья, мы почти готовы к оберегу. И остаются считанные секунды. Для тех, кто к нам только что подключился, я хочу повторить голову. Для прохождения виза в идеале лучше подключить и компьютер, и при этом держать в руке телефон для голосования. Вот такой вот опыт бесценной онлайн-работы я приобрел именно в эпидемию. И, как и многие, освоил программу Zoom. И я думаю, что в будущем в моей работе мне это будет пригождаться. Не знаю, часто или нет. Не хотелось бы, чтобы очень часто, но это новая реальность. Я также оцифровываю семейные архивы. Каждый день там 2-3 кассеты оцифровываю. Причем еще они в лонг-плее записаны. Это значит, что у каждой из них там где-то в среднем по 3 часа. В общем, создаю уникальные архивы, выбрасываю нашим артистам театр-диалог. И все рыдают, у всех ностальгия, у меня тоже ностальгия. В общем, провожу время с пользой. Сейчас вот на балконе буду делать себе чай и с мамой говорить по телефону. Ну и параллельно надо вот этот блог запилить себе на YouTube за последние 3 дня. Это какие были хроники изоляции. Получается 24, 25 и 26 мая 2020 года. Спасибо всем, тем, кто смотрит эту чушь. Пока-пока.